Блин, Саша, ну у тебя же ключи есть, ну чё ты тревожный? Ой, а как ты тогда в дверь звонил? Вот так. Блин, думал не допру. Нет, стой, стой. Тут кнопка. Тань, какая кнопка? Что за шутки? Тревожная кнопка. Твой папа сегодня привёз. Сказал всегда носить с собой, а в случае опасности нажатия низгена через семь минут приедут. Через семь минут, говоришь? Ну, папочка, вперёд! Шесть пятьдесят восемь, шесть пятьдесят девять. А? Смотри, да, девушка, а типа Дэйл реально спешат на помощь. Саша, дядя, сколько их? Где они? Они здесь, папа. Их двое. Прикинь, и они перед тобой. И очень недовольны. Что это за фигня, папа? Так, Рыбако, прячь свой шпалер в ногу. Саша, это не фигня. Это папе на спокойствие. А после того, как вы переехали в этот Харлин, оно тает с каждой минутой. Значит так, папа, мы тебе и не Роллс-Ройс, чтобы ставить нас на сигнализацию. Так что забери, пожалуйста, свою побрякушку. Побрякушку? Это последняя разработка. Такая у Обамы будет только через месяц. Определяет координаты объекта с точностью до двух метров. Я не хочу быть объектом. А во-вторых, не лезь, пожалуйста, в наши координаты. Саша, я не могу быть каждый раз с тобой рядом, как только представлю, что ты выходишь из вонючего магазина, и эти худые маргиналы в шортиках и туфельках смотрят на тебя голодным взглядом. А когда Танюша с Алёшкой гуляют по этим ФВЛам... А сервистор Андреевич, не перестаньте вы наговаривать. Нормальный у нас район. Ну, нормальный. И может быть нормальный район, в котором человек в 9 утра с перебинтованной головой кладет 50 рублей на телефон. Не может. 20. Ах, даже Робокоп в шоке. А он-то уж пожил. Погиньте нашу страшную квартиру и наш ужасный район. Саша, ты, конечно, Сильвестрович. Да. Но далеко не Сталлоне. В дорогу! Ну, все, все, Лешенька, уже поздно. Ночка наступает. Надо раздеваться. Вон, даже у папы в телевизоре тети раздеваются. Таня, а давай поиграем? Давай ты, ты будешь глупая студентка, а я буду строгий профессор. И я тебя накажу. Ну, давай. Саша, что я могу поделать, если ты задаешь такие вопросы, на которые я знаю ответы? Нет, ну что мне, все дуры выставлять, что ли? Иногда мне казалось, что мы с Таней вместе уже целую вечность. Таня, а ты помнишь, когда у нас первый секс был? Конечно. 16 июня 2008 года. Да нет, Танюш, вообще-то у нас первый секс был 3 марта 2008 года. Ну да, я же начала считать с того момента, как мне нравится стало. Ой. Сашка, ты чё не спишь? Ночь на дворе. Танюш, сегодня парад планет, редкое явление, которое бывает раз в 10 лет. А ты чё не спишь? Лёшка срыгнул и покакал. Редкое явление, которое бывает три раза за ночь. Понятно. Тань. Тань, прикинь, я сейчас пока мусор выкидывал, слышал, как бабуля у подъезда меня сыном олигарха называли. Я вот думаю, они-то оттуда знают. Ой, да успокойся. Они сыном олигарха всех называют, кто мусор вместе с пакетом выбрасывает. Тань, ну давай. Давай, не бойся. Ну, не знаю, Саша. Ну, а ты попробуй. Это вообще не страшно. Угу. Тебе легко говорить. Тань, ну давай. Давай, подумай о чём-нибудь хорошем. А? Вот так. Давай, смелее. Ну, давай. Ну. Ну вот. Вот. Молодец. Вот так и показывай. Как только тебе кто-нибудь посигналит, вот так и показывай. И даже не думай плакать. Ну. Тань, пристегнись, гаишники. Тань, пристегнись. Таня! Не буду. Я эту шелковую плоску сорок минут гладила. Ага. Саша, ну как тебе? Вообще отлично. Мне очень нравится, правда. Да? Угу. А вот это, а вот это как-то не очень, Тань. У тебя какая-то серая. Да и вообще, если честно, как-то мешковато на тебе прям сидит. Как будто вещь вообще мятая. И ты, конечно, не обижайся, ну, по-моему, он у тебя даже полнит. Сергей, ты офигел? Я в этом пришла! Тань, тань, тань. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот они верят в Бога. Слушай, Сергей, а можно меня завтра отработать? А я в пятницу выйду с тебя. Кость, давай с женой посоветуюсь. Да. Да, Саша. Ух ты, выходной в пятницу. Здорово. В пятницу приезжает музей кукол, как раз сходим. Так, потом проедемся по магазинчикам. Сейчас как раз распродажа везде. Лешки витрубочку купим, джинсики тебе посмотрим. Мне что-нибудь вверх какой-нибудь выберем. Ну, ну, ясно, Тань, ясно. Слушай, Кость, вообще никак. Кость, вверх какой-нибудь выберем. Кость, вверх какой-нибудь выберем. Ну, Сань, а почему у тебя в роли фанта? А потому что бробки. Пойдем. Тань, ну что ты придумал? Пойдем. Так, становись сюда. Я остановлюсь. Так, стой. Голову ровно держи. Ровно. Сейчас я помечу. А, нет, тут уже зарубка есть. Какая зарубка? А ну-ка. Вите 14 лет. Саш, я все твои рубашки постирала. Тварь. Чего ты сказал? Ты просто гнида. Тупая, мерзкая гнида. Чтоб ты сдохла, а? Ну, иди сюда. Иди сюда, скотина. Умри-ка. Чтоб ты сдохла. Да. Саш, тебе нравятся эти колготки? Чего смешного? Да, я просто вспомнил, как ты смешно приседала, когда их надевала. Когда Алешка засыпал, у нас с Таней просыпалось не только желание, но и фантазия. Доктор, ну наконец-то. Я уж думаю, вы не придете. Саш, я, конечно, тоже за достоверность, но давай больше в подъезд выходить не буду. Да ну почему? Потому что мне пришлось трем бабушкам-соседкам давление померить. Но все-таки моей любимой ролевой игрой была ситуация, когда мы оставались самими собой. Танев, слушай, ну я уже так готов, что скоро опять буду не готов. Ну, давай, давай, капюшонечки. Саш, 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 там все закончилось. Ну, мы сегодня новые купили. Сумки у меня возьми. Саш, Саш, ты опять забыл закрыть клетку, и теперь выбрался на свободу. Саш, Саш! Саш, Саш! Она вообще сюда мчалась. А на хрена вы кнопку нажимали? Какую кнопку? Я же тебе ее верну. Так. Лапа, я не понял. Значит, где этот хренов брелок? Не знаю. Куда они в сумочке? Куда они в сумочке? Куда они в сумочке? Да. Куда они в сумочке? Слушай, да ты вообще, ты понимаешь, как это называется? Отцовская забота. А по-моему, это уже отцовский идиотизм. Ты сначала в дани в сумку залез, а потом ты мне что? В задницу этот брелок засунешь! И как только я где-нибудь сяду! Саша, какой ты неблагодарный, а? Я через всю в Москву мчался, дела бросил. Дела бросил? Да. Дела бросил. А дела обиделись, взяли сумочку, деньги на час и уехали, да? Я посмотрел, мы здесь тоже чай пили. Так, вон из моего дома. Вон из моего съемного дома. Вон! Вон! Что такое? Ого! 18 пропущенных! Ёбки-палки! Так где же мой галстук-то, а? Я же опасно. А где твой галстук? А где? Нет, точно. Ташка, скажи, а ты вечерком примерно во сколько будешь? Слушай, ну не знаю, Тань. Сейчас в пробке всех опрошу, кто во сколько вечером возвращается, и напишу тебе, ладно? Слушай, да это не брелок, это бумеранг какой-то. Все, сегодня пойду гулять с Алешкой и выброшу его. Ага, пойдешь, вернешься, он уже у тебя в косметичке лежит? Нет, Анюш, на этот раз мы поступим по-другому. Эт, эт, эт. Ну, вот и все. Была тревожная кнопка, а стала красный кругляшок. Как говорится, нет батарейки, нет проблемы. Я побежал. Нужно? Давай. Здорово, соседка. Соли не найдешься? Конечно. Пожалуйста, а что готовите? Да какое готовим? У меня с Божьей помощью полбутылки текилы перепало. Просто пить не с чем. Спасибо. Вячеслав Григорьевич, может не надо? Надо, Сергеев, надо. Хватит ломаться. Только послушайте, я не могу на это... Я не могу на это... Не могу, не могу, давай, давай, Сергей, времени нет. Так, нет, Вячеслав Григорьевич, я не буду этого, я не буду и все. Так, Сергеев, здесь кто старше? Вы? Я. Давай снимай, сказал. Подождите, вы что такое говорите? А если нас кто-нибудь увидит? А если меня сейчас увидят иностранные партнеры, которые через две минуты придут на мне на рубашке пятно от курицы? Снимай! Я уже почти забыл об этой папиной электронной заботе, но тут мне позвонила Таня. Алло, привет, Танюш. Если ты по поводу магазина, пришли список с МСкой, я все равно не запомню. Саш, я так больше не могу. Что случилось? Ничего, у меня опять гости были. Танюш, подожди. У тебя же в этом месяце уже были гости. Сергей, я не про это. Папа твой опять приезжал со своим другом, который плечами замки открывает. Как? Я же батарейку из брелка вытащил. А ему пофиг. Это новейшая разработка. Оказывается, и без батарейки неделю работать может. Капец. Тань, вот нафига ты вообще его трогала? Да я его не трогала. Я Алешке дала поиграть. А он же любит всякие там штуки с кнопочками. Кому ты налажал раз двадцать, пока я гладила? Я же. Пора с этим семейным спецназом заканчивать. Я что-нибудь придумал. Танюш, ну, мне неудобно так разговаривать. Так, Сергей, мне тоже неудобно с саплями в магазин ходить. Давай, поворачивай куколку. Вот. Так. Так, это не то, это тоже. Стоп. Стою. Вот это бери. Какую? Вот это? Да. Покажи крупнее. Что у тебя крупнее, господи? Ну, срок годности нормальный. Теперь пошли в отдел молочной продукции. Стой, обратно поверни. Там макароны дешевые мелькнули. Прошло уже полдня. Я вернулся домой, а Таня до сих пор не отошла от папиного визита. Лёшка днём уснул, а я побыстренько в душ пошла. Только выхожу, и они вырываются. А если бы я голая была, к нему бы так кто-нибудь ворвался, я бы на него посмотрела. Танюш, а ведь это идея. Я решил оплатить папе той же монетой. Заботится, так заботится. Зайц прячется в кустах, боится, дрожит. Тут кусты раздвигаются, и раздается вот такой звук. Добрый вечер. Здрасте, пап, папуля, у тебя всё в порядке. Всё хорошо, а то я еду, еду. И тут у меня в груди, прям, знаете, сощемило. Ну, как-то мой пап. Всё у него хорошо, всё у него нормально. Ну, всё хорошо, слава богу, а то я переживаю. Папа, ты как, всё нормально? Ну, что ж, предлагаю мировое соглашение. У меня только один вопрос. Вот у меня кнопки нет. А как ты узнавал, где я? Ой, как узнавал, как узнавал он. Да ладно тебе, папа. Примерно 10 лет, один и тот же маршрут. Совет Федерации, ресторан, сауна. Совет Федерации, ресторан, сауна. Это ты, двухсоткилограммовый Иуда, меня сдал? Серьёзно, Андреич, статья 6, пункт 12. Круглосуточное, беспрекословное оказание помощи объекту наследника. Сам придумал инструкции, сам и напоролся. Ну что, комон недоделанный. Пошли. Сашка, как же здорово, а? Так, а не значуешь себя свободным человеком? Сейчас живём спокойно. Кто с нами не наблюдает, кто не подслушивает, да? Классно. Это что за новости? Просто начал курить, ну что такого-то. Сергеев, тебе что, в метро дверьми голову зажало? Это не прихоть. Это стратегическое курение. Сергеев, не сиди так близко к мутору, это вредно. Пойдём лучше покурим. Ну хорош прикалываться, не так уж всё и было, как ты дышишь. Да это не из-за тебя. Это у меня одышка из-за сигареты. Ну ты тогда хотя бы хороший, кури. Американский, супер-слимс, 72 рубля пачка. Сколько? Сергеев, ты что, вообще офигел такие дорогие покупать? Сергеев, пойдём, помощь тебе нужна. А документы какие-нибудь захватить? Зажигалку лучше захватил. Виво, куба. Всё нормально. Угорь, структуру. А что теперь начальник скажет? Я ведь тебя, Сергеев, хочу начальником отдела сделать.